Надеюсь, весёлых мини-спектаклей. Итак, Стэм, Астана Кайзет. Дорогие друзья, было так много шуток про казахских учёных, что теперь настало время их показать. Итак, представьте, Алматы, лаборатория, 300 метров под землёй и ещё 400 вбок. А-а-а! Больно. А-а-а! Прикольно. Странно. Ммм, Мохито. Так, здравствуй, Мохито. Здравствуйте, уважаемая. Уважаемый. Вы меня поймите, я здесь уже три года без женщин. Понятно, понятно. Мы на вашу лабораторию потратили 500 миллионов долларов. Сколько? 500 миллионов. Вы сумасшедший? Давайте, мне интересно посмотреть на проделанные работы. Давайте посмотрим, мне тоже интересно. Так, что это? Дотроньтесь. А-а-а! Ему тоже больно. Что это было? 50 тысяч вольт. Зачем вы в сигареты ток провели? Сколько министраб может предупреждать? Пора действовать. Хорошо, хорошо. Вот, пожалуйста, супер таблетка. Выпил ее и все. Год можно зубы не чистить. Да ну. Даже не стирать носки и не мыться. А как это? Таблетка притупляет чувство гордости. Хорошо, хорошо. А вот здесь что написано? ШСНХ-1. ШСНХ-1. Это щелкай семечку на ходу. Вот. 20 миллионов долларов? Сколько? Иди, я тебе потом объясню. Иди, иди, иди. Мне кажется, вы здесь ерундой занимались. Ерундой занимались. Зато мы придумали вечный двигатель. Это невозможно. Хорошо не придумали. Что вы делаете? Это новый аппарат. Снижает сексуальное напряжение. Зачем он нужен? Наверное, вам там наверху не нужно. Здесь это необходимо. Необходимо. Так, что еще? Вот здесь написано. Мы придумали вот свисток. Что он делает? Когда чайник закипает и звучит голос Глизина. Оригинально, оригинально. Жарковато здесь у вас. Вы этот пиджак не снимали бы? А, чайник, чайник. Угадали, да, да, чайник. Пик, 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 пик. Зато мы вывели новый вид колорадского жука. Зачем? Случайно. Белые розы. А, опять чайник. Нет, это Юрий Шатунов проснулся. Хорошо, хорошо. А вот что за фотоаппарат? Да, с виду, как обычный фотоаппарат. Наводишь на человека, вот щелкаешь, и все, через два дня жена уходит. Точно? Да. Давай контрольное. Все, теперь никогда не уходит. Вы знаете что? Мы на вашу лабораторию потратили 500 миллионов долларов. Где вообще сенсация? Где нанотехнологии? Почему мы ничего не изобрели? Почему ничего не придумали? Мы это завтра хотели. Знаете что? Вы не ученые. Вы аферист. Вы тоже хреновый проверяющий. Я доложу, куда следует. Доложу, куда следует. Уважаемый, давай не будем настроение портить. Я предлагаю выпить. Это вас не спасет, наливай. Давайте. Вот это супер. Че? Что ты смотришь? День первый. Подопытный принял препарат. Что принял? Пока речь нормальна. Какая речь? Никакого реакции. Ты что говоришь? Пациенту хочется бегать. Произошло небольшое изменение. Произошло небольшое изменение. Операция прошла успешно. Девушка. 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 Эх. Я на тебя 500 миллион потратил. Девушка. 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 Я гоня. Девушка. Друзья, как вы поняли из песни, речь пойдет о снах. По казахским традициям невесту для сына выбирают родители, но знакомят их только в день свадьбы. Хоть бы красивой оказалась, хоть бы красивой оказалась. Ну что ты молчишь, будешь хотя бы чай? Давайте перенесемся на 10 лет вперед. Почему ты тогда промолчала? Почему ты не сказала, что у тебя страшный голос? Я просто не хотел тебя пугать. Давайте перенесемся обратно. Ну это хорошо, что ты молчаливая. Раз уж мы женимся, запоминаю, восточная женщина должна рано вставать, чтобы муж выспался на большой кровати. Не должна читать входящие смс-ки, не понимать исходящие. Хорошо? Верить, что это сестра. Ага. Мой сын женится! Свадьба, 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 свадьба! Как невеста? По казахским традициям, сын не должен перечить отцу. Я не женюсь на ней. Ой, сынок, ради меня. 50 лет потерпи, потом привыкнешь, как я. Свадьба, 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 свадьба. Здрасте. Ай, какая красавица. Замужем нет? А то сейчас с женой разведусь и на тебе женюсь. Ой, пап, прекрати, что ты прям. Вы отец этого молодого человека? Да. Можно вас, Каван Сене, чтобы заострить внимание зрителей? Я не пойму, что ты от моей дочери постоянно нос воротишь? Я ее вообще мог за олигарха замуж выдать. А почему тогда не выдали? Он не захотел. Ну я тоже не хочу. Но ты же не олигарх? Иди покури. Иди сюда. Послушай, это моя любимая доченька, она вся в меня. Я вижу. А я слышу. Еще на шпагат могу садиться. Сейчас давай не будем хвастаться, кто что умеет. Хорошо? Хорошо. Послушай, она мне очень дорога. Знаешь, сколько я в нее денег вложил? Сколько? А я все записывал. Вот список. В первом классе я иранец купил, пенал, на утренник платьишко сказала надо, два раза скорую вызывали, на коньки ходила по 600 рублей в месяц, хлеба на 2000 евро, по 400 грамм баранины каждый день, с 10 лет начала перец есть, на клей растил 5000 евро и отцовский костюм перешли в вечернее платье на выпускной. Итого ты нам должен 35 тысяч евро. Все, я попал. Что мне делать? Что делать, а? Что мне делать, друзья мои? Ты мечтала такой, как Анжелина Джоли, Мечтал с Жанной Фриске под венец ты пойти. Мечты об Йонсе ты хранил не так, а я. Но быть с Айгулей судьба твоя. Объявляю вас мужем и женой. Ура! Ура! Стоп! Вы там точно печать поставили? Ну да, все точно. Я ждала этого дня всю жизнь. Лови! Стой! Все, теперь будьте жить по моему закону. Что происходит? Ты не придешь на свадьбу. Да почему? Потому что невеста должна быть самой красивой на свадьбе. Все, иди. Доченька, что с тобой? Ой, не трогай меня. Кто ты? Я тесть. Тесть. В нашу жизнь не лезь, понял? Иди, иди, иди. А где свекровь? Я здесь. Где свекровь? Я здесь. Где свекровь? А что, свекровь нету, что ли? Здесь я. Что, не прилагаю? Нам я, понимаешь? Тебя нет. Ужас. Где человек из трех букв? Где мой муж? Я здесь. Ты у меня будешь работать с шести утра до шестидесяти лет. Потому что я буду рулить все. Потому что я королева. 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 Дорогие друзья, в нашем стеме роль девушки сыграл Турсунбек. И это не случайно. Потому что казахским девушкам такое не может присниться даже во сне. И иногда поедет, как быстро, в жизни мы летим, как птицы. Кто-то смог, а кто-то не успел. Вот бы построить волшебный город, время с гармонией погружить. Чтобы путь зажный кому-то дорог и не опаздывал жизнь. Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди. А в голове ерунда, мечтаем, как дети о чуде. Дамы и господа, жить в Москве мечта многих. И часто бывает так, что твои соседи сдают квартиру. Но не всем. Все, все, все. До свидания, до свидания. Я сказал, квартира сдается исключительно лицам славянской внешности. До свидания. Все. Да? Да, сдается. Да, славянам. А, вы внизу поднимайтесь, я встречу. Сейчас. Ой, ты, гой, если добрый молодец, челом бьем. Из самого Архангельска с рыбным обозом идем горницу твою посмотреть. Да, боярин. А вы точно русские? Ишь ты какой. Ты сначала накорми, напои, спать уложи, а потом уже выпытывай. По рукам. Что по рукам? Он говорит, по рукам видно, что человек вы добрый. Какой-то странный у вас восточный акцент. Ну тык Новогиреевский. Что? Я говорю, у тебя балкон маленький. А зачем вам большой? Акстис Боярин, как это зачем? А где чучело на масленицу сжигать? Алимы не православные? Ну, ну, ну зато метро рядом есть. А речка? Что речка? Речка рядом? Нет. Худо. Скоро крещение. А детей где будем крестить? А? Слушай, странные вы какие-то. Давайте я вас по истории России погоняю. Год отмены крепостного права. 1861 год. Правильно. А месяц? Рамазан. Что? Ловил Афанасий сома, и сом у Афанасия съел. Живет Афанасий в соме, питается, чем сом пошлет. Хей! Добрые вы какие-то веселые люди. Сейчас я на стол что-нибудь накрою, подождите. Боготырская наша. Салам алейкум, православные. О, алейкум салам. О! Скажите мне быстренько, это береза? Нет. А, черт, а. Ты тоже квартиру снимаешь? Ага, соседями будем? Удачи давай. Давайте, давай, давай. Так вот, ну рассказывайте, зачем в Москву приехали? Учиться хотим, нас много интересует. По что солнце светит? По что ветер дует? По что до сих пор не решится проблема ЖКХ? Ну, это правильно, это правильно. Значит, русский говорит. Да, русский, русский. Вот тебе крест. Андреевский? А то. Ну давайте, коль русский, по нашим традициям. О, благодарствую. Ну, до дна, по одной. Или вы не хотите? Ой, страська хочу, но как-то без закуску не пристало добро переводить. Че, это я точно добро-то, елки. Вот у меня, пожалуйста. Сало. Сало. Свиное. Ну так свиное? Мое любимое. Ну как, коль любимое, давай тогда, вот с закусочкой, по одной, за знакомство. Ну, или вы не русские? Да, русские мы. Лови, Луканасич. Все, 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 все. Ну, давайте. До дна. Лучка бы еще. Лучка, точно, я сам люблю, сейчас принесу, сейчас подожди. Эх, соседи, выпить есть? Че, пить начал? Да это не мне, это хозяину квартиры. Он же милиционер. Сейчас милицию в полицию переименовывают, а его одного почему-то нет. На, конечно, есть, на, бери. Сало, бери. Сало, бери, сало, бери. Давай, давай. Так, ох ты, а вы че, уже все управились? Да. Вот это по-русски, а? Да. Вот это верю, выпили уже все. Ну, сейчас я еще одну принесу. Телефон. Нашел. Не звони сюда. Не понимаю, как страна, победившая Наполеона и Гитлера, не может победить алкоголизм. Дорогая, алкоголизм не нападал. Если честно... Если честно, квартира маленькая. Не волнуйся, дорогая, Диоген тоже начинал с бочки. Мы здесь пять минут, а ты уже начал их защищать. И все-таки он какой-то странный. Как говорил Михаил Булгаков, москвичей испортил квартирный вопрос. Нет, это все загадочная русская душа. И ты веришь, что у людей, которые сдают квартиру за две тысячи долларов, есть душа? Не понимаю, не понимаю я. Как вот из-за вот этого можно было мне квартиру не сдать? Да, окон и дверей здесь нет. Ну, какая это горница? А? Ты видишь здесь людей? Нет. И я не вижу. По рукам. Да заткнись ты уже. Харахмау! Это что же песни? Мы сейчас все объясним. Но это Новогирьевский. Да какие Новогирьевские? Я вас сразу раскусил. Не русские вы. Ладно, жена. Пойдем. Другую квартиру найдем. Пойдем. Да куда вы пойдете? Оставайтесь у меня ночью на дворе. Да и друг ваш пусть остается. У нас у русских так не принято. В тесноте это не в обиде, что ли? Конечно. Тем более, знаете, как у нас говорят? Новогирьевский, да? Нет. Свибловский мы. Все на. Говорят, если на Новый год загадать желание, то оно обязательно сбудется. Кто-то в это верит, кто-то нет. Давайте посмотрим. Ну, дорогая, все готово. Ну и куда ты столько набрал? Ну, а гости придут угощать. Не выкидывать же. Фух, успела. Мама? Так устала прям. Такой снегопад на улице. Сначала самолет, потом метро, потом пешком. Мама прилетела. Я вижу, мама. А где метла? Ой, Ярослав, старыми анекдотами шутишь, а? Уже 12-й до сих пор трезвый. Молодец. А что вы сразу вот это вы начинаете? Ярик, мама, давайте лучше шампанское пить. Ну, давайте. И пусть в этот Новый год сбудутся все наши самые сокровенные желания. Ну, все, пора мне. Куда, мам? Не знаю, что-то в Казахстан захотелось. Какое-то жгучее желание навсегда покинуть этот дом. И больше никогда не приезжай. Мама, останься. Сил моих нет. Так хочу в Казахстан. Вот, приеду, перепишу на вас все имущества, помру и буду тихонечко в аду гореть. До свидания. Мама! Ты смотри, сбылось. Что? Ничего, милая, ничего. Давай выпьем. С Новым годом. С Новым счастьем. Это что такое? Вот зараза, а! Что? Да теща загадала, чтоб я пить не мог. Видимо, сбылось, понимаешь? А-а-а. Так это ты маму спровадил. А кто же еще, любимая? Ой, а что это я тебе так быстро во всем признаюсь, а? А ты теперь всегда мне будешь говорить только правду. У меня ж тоже сбылось. А, сейчас. Итак, в эфире программа «Детектор лжи». Скажите, Ярослав, в прошлом году, когда вы ездили на конференцию в Самару... А какая Самара? В Топсе я был с бабой... Ой. Так-так-так, а с какой? Ну, с Зинка, ты же ее знаешь. Да что ж такое-то? О-о-о. И что? Было у вас что-то? О-о-о. Придумал, а? Ничего-ничего. Яблоко когда-нибудь закончится, ты мне все расскажешь? Да, ну все хорошо. Мама? Рейс отменили. Так устала. Но отдыхать некогда, мне надо в Казахстан. АПЛОДИСМЕНТЫ Так рейс же отменили. А я пешком. Через лес. И пусть меня там волки съедят, дуру неадекватную. До свидания. Мама! Ой, хоть одну радость. Ладно, я тоже пойду. А ты-то куда? Я к Зинке якобы за солью. Ты же мое! Что ж такое-то, а? Водички хоть горло промочи. Промочи, промочи. Я что, и воду не могу пить, что ли? Я что, все пить бросил, а? Мама, вы когда желание формулируете, можете нормально формулировать свое желание. Я же теперь сдохну от обезвоживания. Пф ты, ёп. Самолеты не летают. Поезда не ездят. Дорога замело. А я пошла. Куда? Ничего же не ходит. Посольство Казахстан. Хоть на родной территории переночую. До свидания. Мама. Пока. Вот смотри, что ты наделала. Все, уйду я от тебя, бабник. Пойду вещи собирать. Кстати, а где мое кружевное белье, которое ты мне подарила, оно мне еще не подошло. Так оно, Зинке, знаешь, как подошло? Тьфу ты, ёлка. Что? Так у нее грудь-то побольше, чем твоя. Да ёлки-палки. Ну, здравствуйте вам. Четвертый раз за день. И до свидания. Мам, мам, ну хоть присядь, поешь. Устал же, наверное. С удовольствием. Ага. С удовольствием поем в аэропорту. Кстати, самокат свободен? Да. Вот на нем и поеду. Подождите! Никуда вы не поедете. Ну-ка сядьте. Что ты делаешь, а? Ну-ка сядьте. Что ты делаешь? Что ты... Хочешь, смотри, что делать с твоей матерью, а? Что ты делаешь? Ну-ка рассказывай, как снять проклятие с твоего этого желания? Отпустишь в Казахстан, скажу. Что ж тебе все время в Казахстан-то надо, а? Это у тебя, гад, надо спросить, зачем мне все время надо в Казахстан? Хотя я в Оренбурге живу. Дурдом какой-то, а? Придумал! Мамуля! Что ж я сразу не догадался-то? Давай, давай, ничего не получится. Мои чары сильнее. Пить-то мне нельзя, а кушать-то мне... Ах, никто не запрещал-то! Дедушка Мороз, сделай так, чтобы он есть бросил. Дедушка. Подействовала? Ага, сейчас! Ну-ка, доча, развяжи меня! Ну-ка, развяжи! Ну-ка, развяжи! Я сейчас ему лицо откушу! Ну, понеслась! Я в Казахстан. Мама! Мамочка! Не оставляйте меня с ним! Ну что ты, дорогая? Я же люблю тебя, Зинаида! Что? Какая Зинаида? Какая Зинаида? Алло, милиция! Мама меня сейчас вдомой сделает! Какая Зинаида! Ах, какая... Здравствуйте, соседи! Что у вас происходит? Здравствуйте, Айгуль Сапаровна! Здравствуйте, с Новым Годом вас! Пойду что-нибудь потяжелее возьму! Алло, строители 52... А где мама? Что у вас происходит, не пойму? А ты что, не в курсе? Да я весь Новый Год проспал, представляете? И в 12 желание не загадывал? Нет! Родненький ты наш! Как же ты... Как же ты нам нужен-то, а? На! Давай! Держи! Тост! И чтобы у всех все хорошо! Давайте, чтобы в Новый Год у всех все было хорошо! Ну вот, дорогая, все готово! Ну и куда ты столько набрала, а? Ну, гости придут, ну, не выкидывать же! Фух, успела! Мама! Ой, так прям устала! Как хорошо, что вы приехали, мамуля! Спасибо! Вот видите, все в наших странах может быть хорошо! Было бы желание! Друзья! Друзья! Чтобы стать чемпионами, надо знать все о соперниках! Что кушают, что пьют! А мы знаем! Турсенбек в Казахстане открыл ресторан русской кухни! Отлично! Смотрим! Здравствуйте, православные! Добро пожаловать в русскую кухню! Здравствуйте! А можно нам официанта? Конечно! Официант! Черт! Идите сюда! Вы что? Какой он официант? Музыкант он? Здравствуйте! Я Турсенбек, меня зовут официант, что хотели? Ну, давайте для начала 200 грамм водочки! Вот знаете, вот водку не советую вам! Почему? Вы знаете, я бывший мэр этого города! Все проклятая водочка! Ладно! Ладно, давайте нам, в общем, для начала солений! Квашеной капусты, чесночка, черемши! Так, из вонючего все, да? Горячее что-нибудь будете заказывать? Да! Свинина есть? Свинина есть! Вот человек нету, который к ней может подойти! Эй, ты! Че смеешься? Сапоги можешь там сушить? А у вас есть пельмени из медвежатины? А вы без музыки можете сидеть? Ну да! Конечно, есть! Вот, пожалуйста, Толик заворачивает тесто! Это что за ресторан такой вообще? Если не хотите, напротив кафе есть! Пойдем туда! Пойдемте туда! Вы куда идете? Я там тоже работаю! Дамы и господа! Рубрика «Удивительное» рядом! Таджикские авиалинии! Добрый вечер, уважаемые пассажиры! спасибо баха извините опоздал вот мой билет так билет так билет место указывает стюардесса хорошо так так подвинься как подвинься мое место я на него билет купил у тебя же 25 а у него 25 6 садись садись давай девушка как спать у вас кресло не раздвигается вообще не раздвигается зато двигается вот видишь садись извини ложись в комфортно извините а я как а я как ты просто вот так вот а я тогда как ты просто вот так а мне вот и глаза закрой сам уснешь не переживай лучше уважаемый пассажир я чё делаешь я почти раскладываю спать собирать это же тебе не поезд это же самолета а это парашют да если с вами что-то случится но верьте мне с вами что-то случится вот тогда прыгнешь живым останешься потом не верни и постирай порошком они как тот раз эти хозяйственным мылом лучше уважаем пассажиры ремень застегни ремень застегни черенка застегни ремень застегни девушка а мне ремень да ты не переживай тебе бог спасет ну чё уважаем пассажиры счастливым идти идти отсюда чуть-чуть не давать дорогие друзья глядя на нас вы наверное задаетесь вопросом как мы казахи так филигранно говорим на русском языке как бы так легко манипулируем сложно выверенными причастными оборотами сложно подчиненных предложениях но вы ведь не знаете как мы в школах досконально буквально до каждой запятой изучаем русский язык здравствуйте запятая дети восклицательный знак здравствуйте восклицательный знак ну что ж запятая начнем урок восклицательный знак тушенбек запятая ты подготовил домашнее задание вопросительный знак до вопросительный знак садись запятая тушенбек запятая 2 . почему тире я думал запятая что ты запятая тушенбек кавычка открывается баран кавычки закрывается а ты тушенбек тире баран звездочка знак сноски баран неразумный человек сам баран без всяких знаков кто сказал вопросительный знак тук тире тук запятая тук тире тук многоточие да запятая заходите запятая кто вы вопросительный знак я запятая отец турсенбека запятая что опять натворил мой сын тире ничего запятая как вопросительный знак скорый поезд астана москва пролица через пять минут машинист и хамбаев срочно пройдите диспетчерскую что случилось вызвал давай ты чё гонишь у меня там поезд стоит а ты вот скорый поезд астана москва задерживается на 30 минут эх ты молодец вообще ну ладно давай давай подожди ты хотя бы то скажи уважаемые пассажиры счастливой пути тинг-тинг-тинг-тинг повторяем счастливое пути когда президент казахстана приезжает в москву короче случая у врача здравствуйте доктор вы знаете у меня вот ситуация вот здесь то ли сыпь какая-то это не подходи там стой там стой там стой там стоит не подходи читать умеешь серьезно умеешь точно нужно прочитать иди говорю вот на на два раз день пей друзья из области очевидного невероятного новый проект на первом канале добрый вечер дорогие друзья в эфире программа советы посторонних и у нас в гостях бывший советник президента казахстана по стратегическим вопросам кайрула досмухаметович сергеев я так понимаю вас наверно отец русским был нет этот паспортист пьяный был ясно в нашей программе мы задаем вопросы известным людям как нам обустроить россию и я не буду ничего строить пусть таджики строит пошел все-все-все-все-всто садитесь ничего строить не нужно лишь несколько вопросов нам интересно ваше мнение на самом деле а вот у нас первый вопрос к вам господин сергеев у нас очень дорогая недвижимость как нам с этим быть может быть есть какие-то вот 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 это вопрос тоже не задавал президент казахстана вот знаешь мне подошел меня и вот так обнял мне так приятно было так обнял мне говорит господин сергеев вот так говорит господин сергеев что нам делать у нас очень дорогая недвижимость а я говорю ну и вот так сказал ну и вот так сказал и хрен с ним напоминаю друзья у нас гостях бывший советник президента казахстана по стратегическим вопросам кайрула скажите а вот вас не пугает урбанизация вот тебе так ставать тебе так скажу вот знаешь неизвестный всегда пугай ясно дорогие друзья напоминаю что наша программа выходит ровно в 4 часа утра по средам сейчас выключите пожалуйста камеры я прошу вас спасибо у меня просто вопрос сугубо личного характера знаете кайрула вот у меня вот здесь какая-то то ли сыпь ой экскюзми кто экскюзми ты чё такой дерзкий что ли да нет да ты дерзкий что ли да ну ка покажи какой-то дерзкий покажи 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 я щегол иди за пивом вот так вот ты чё ты меня за шигла принимаешь что ли а ну ка покажи как ты меня за шигла принимаешь что ли ты чё до сих пор здесь я тебе за пивом послал щегол и щегол вы щегол щегол давай продолжая раскрывать тему давайте перелетим в страну вещих снов если вам приснились как падают звезды то это к увольнениям и так работник дпс в бюро по трудоустройств давайте посмотрим ты знаешь я сама еду на работу тормозить меня знаешь о бог есть седьмой на сегодня уже здравствуйте вот мой рюкзак ой резюме давай ну что посмотри колись сколько денег получал на прошлой работе хой мало мало все мне было мало верю верю что умеешь делать все могу я могу три часа под кустом сидеть ну нормально егерем будете ой не хочу егарем быть почему у животных деньги нет уже хорошо что еще между я могу все я могу живот отрасти вот так могу быть принципиальным до определенной суммы могу свою родственника не узнать могу вот так могу остановить преступника при помощи чужих машин техники хоть разбираешься конечно я могу так радар настроить что копейки проедет 300 километров в час значит высшее образование есть свистеть могу среднее образование есть хоть жезлом махать могу писать можешь писать нет а выписывать могу ну нормально а где так загорел то под фарами ну на разводить нормально ну ничего ничего резюме мы вам позвоним верьте надеетесь ждите и вот самый интересный извините пусть поближе полежит ахана друзья приехал в москву наш турсумбек сразу же устроился воспитателем в русский детский сад ребята ребята где ребята ты ребята ты чё девчата что ли приезжай сюда приезжай сюда дырак дырак приезжай я вас слушаю турсумбек как первый рабочий день нормально дай лапки рватермыс чё я лапки рватермыс чё это здравствуйте доктор вы знаете у меня вот ситуация вот здесь то ли сыпь какая-то то ли стой там чуть 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 там серьезно здесь у меня что не подходи там стой там стой здесь там стоишь там сейчас будет не подходи читать умеешь серьезно умеешь да да точно нужно прочитать вот на на два раз день пей ну да если не поможет если не поможет вообще не приходит кто тебя сюда пусть и ваших волосы друзья из области очевидного невероятного новый проект на первом канале добрый вечер дорогие друзья в эфире программа советы посторонних и у нас в гостях бывший советник президента казахстана по стратегическим вопросам кайрула досмухаметович сергеев я так понимаю у вас наверное отец русским был нет этот паспортист пьяный был ясно в нашей программе мы задаем вопросы известным людям как нам обустроить россию я не буду ничего строить пусть таджики строят паспорта все-все-все-все-всто ничего строить не нужно лишь несколько вопросов нам интересно ваше мнение на самом деле а вот у нас первый вопрос к вам господин сергеев у нас очень дорогая недвижимость как нам с этим быть может быть есть какие-то вот 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 это вопрос тоже мне задавал президент казахстана вот знаешь мне подошел меня и вот так обнял мне так приятно было так обнял мне говорит господин сергеев вот так говорит господин сергеев что нам делать у нас очень дорогая недвижимость а я говорю нурик вот так сказал нурик вот так сказал и хрен с ним напоминаю друзья у нас гостях бывший советник президента казахстана по стратегическим вопросам кайрула скажите вот вас не пугает урбанизация вот тебе так давай тебе так скажу вот знаешь неизвестным всегда пугай ясно дорогие друзья напоминаю что наша программа выходит ровно в 4 часа утра по средам сейчас выключите пожалуйста камеры я прошу вас спасибо у меня просто вопрос сугубо личного характера друзья друзья чтобы стать чемпионами надо знать все о соперниках что кушают что пьют а мы знаем турсенбек в казахстане открыл ресторан русской кухни отлично смотрим здравствуйте православные добро пожаловать русского кухню здравствуйте а можно нам официанта конечно официант идите сюда вы что какой он официант музыкантом здравствуйте я турсенбек меня зовут официант что хотели ну давайте для начала 200 грамм водочки вот знаете вот водку не советую вам почему вы знаете я бывший мэр этого города все проклятая водочка ладно ладно давайте нам в общем для начала солений квашеной капусты чесночка черемши так и звоню чего все да горячее что нибудь будьте заказывать да свинина есть свинина есть вот человек нету который к ней может подойти эй ты что смерть сапоги может там сушить а а у вас есть пельмени из медвежатины а вы без музыки можете сидеть ну да конечно есть вот пожалуйста толик заворачивай тесто это что за ресторан такой если не хотите напротив кафе есть пойдем туда пойдемте туда вы куда идете я там тоже работаю итак дорогие друзья первый номер случаи на вокзале брат брат помоги мне пожалуйста что надо сделать провожай меня в смысле провожай ну провожай меня все у всех провожает вот смотри папа мама провожает его девушка провожает а меня никто не провожает просто провожай я сейчас там зайду скажи до свидания жалко что ли хорошо давай давай о спасибо большое ты настоящий друг давай до свидания пока 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 подожди подожди ты 5 числа 8 часов вечера что делаешь ну дома наверно буду встречай меня смысл встречай меня я тебя знать не знаю как не знаешь ты же провожал теперь встречаю давай давай спасибо большое молодец где ты живешь я в центре приути меня пожалуйста во время проведения экспо в астану приезжали президенты многих стран и по традиции одна из таких встреч проходила по казахским обычаям спасибо что учтите наши традиции госпожа меркель но вы все-таки наша гостья присаживайтесь вам что-нибудь налить можно воды но с газом без но если с газом можно без воды это не ко мне до владимирович хочу поприветствовать нового президента франции господина эммануэля макрона на си поздравляем между прочим шестой по счету президент франции вообще это 25 и я имел ввиду при мне давайте внимание в астану прибыл председатель компартии китая си дзинь пинь ни хао алейкум ни хао знакомый шучу шучу все сборе давайте перейдем к важным вопросам владимир владимирович чо цена цинка чего-то шей это шоу джи цонки аценту а шон он ошли а аташа я надеюсь все это через казахстан конечно как говорят у нас казахстане вокзал до сочи доведет алё ага да да приеду приеду все давай целую целую молодой человек вы кажется здесь стоять будьте да 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 вы за сумки посмотрите я билет себе куплю хорошо хорошо спасибо большое подожди у тебя какой-то подозрительный лицо вообще что-то не доверяю тебе вообще на деньги мне билет купи я за сумку буду смотреть подожди подожди какой-то у тебя подозрительный лицо вообще не доверяю дай деньги бери сумку пойдем куда билет не будем покупать дорогие друзья давайте представим наш турсунбек устроился учителем начальных классов сочинскую школу все закончили урок химии садис санат 5 кумар хватит целоваться с гульнаром хватит говорю целоваться мы не целуемся здесь вообще нет гульнары ах это чертова моя фантазия ладно все информатика достаем бульбуляторы может калькуляторы ты можешь доставать калькуляторы но сразу предупреждаю тебе с нами будет не интересно все мне это все надоело я все домой пешком в казахстан пошел этот парень далеко пойдет я вообще не знаю ладно задачи задачи у Лены две груши у Алены две дыни вопрос у кого из них больше подписчиков в инстаграме конечно у Алены все местная тема задача у Олега две яблока у Сергея три яблока у Ашота шиномонтажка прокат банан гостиница вопрос как русский вообще Сочи выживает вообще не знаю вообще дыхание мое как я ловлю твое все мелькох огней даже все мелькох огней казахская азбука отличается от русской у вас А это арбуз Б это барабан у нас немножечко по другому ну и расскажите в чем же уникальность казахского алфавита что означает буква А Назарбаев Б Назарбаев В Назарбаев Г господин Назарбаев я начинаю понимать логику Ч человечище получается все Назарбаев нет я не Назарбаев М Мудрый Р Р Руководитель Ж Жаль что до 1991 года не был такого мудрого руководителя Ш Что б мы делали без него Ч Счастливы мы все Ну так же можно и про Путина да? Конечно А Владимир Б Назарбаев Почему опять Назарбаев? Ну всегда на помощь Путина приходит Назарбаев Дорогие друзья за все 18 лет которые мы играем в КВН в рамках дружбы России и Казахстана мы всегда показывали встречу глав наших государств и сегодняшняя игра не исключение Санат вот ты мне скажи почему у нас всегда президента России играет гражданин Казахстана? Да вот мы же из Казахстана Может быть сегодня впервые президента России сыграется гражданин России? Ну давайте попробуем Сергей вы гражданин России? Можно пожалуйста пригласить вас помочь нам в этом номере? Будьте добры Давайте поддержим аплодисментами Сергей Светлаков Итак, Сочи, Бачаров Ручей, встреча президентов России и Казахстана Здравствуйте, Владимир Владимирович Здравствуйте, Нурсутан Абишевич Вы, я знаю же, Владимир Владимирович спортсмен же Вы когда вот так жмите руку покрепче, вы что? Шучу, конечно, наше чувство юмора Садитесь, пожалуйста Сергей, вы же президент играете Ноги соберите, вы что? Вам страшно, да, играть, да, президента? Ну, волнительно Может поменяемся местами? Давайте поменяемся Объяви еще раз Сочи, Бачаров Ручей, встреча президентов России и Казахстана Здравствуйте, Нурсутан Абишевич Здравствуйте, Владимир Владимирович Я же жму, вы, а, делайте А, чурчур, конечно Ладно, садитесь давай Ну, Астана, Вище, вот всегда я вот хотел спросить у вас вот Про Астану, вот скажите, Астана, какой вообще? Ну, Астана – это красивый город В котором живут люди Работают Там же В Астане Так интересно рассказали вообще Слушайте, а весь зал и я ждем прекрасного рассказа про Москву Москва? Да Ну, Москва тоже город Так Большой Основанный Людьми А, прекрасно Ладно, Сергей, вот скажите, пожалуйста, вот сегодня я слышал, что ваши с нашими играет КВН Вот, ваша команда мне нравится, вот, Нурсутан Абишевич Вообще, вот, ваша команда казахи вообще хорошо играют Нет, а мне нравится ваша команда Замечательная у вас команда Нет, ваша команда хорошая играют Ваши прям разрывают шутками Нет, Нурсутан Абишевич, ваши команды вообще хорошо играют Наши, что там, один говорит, остальные стоят Вот ваши, все, все играют, все поют, все танцуют Вот они молодцы вообще Нурсутан Абишевич, еще, еще мне нравится вот ваш вот, вот, игрок один казахист Как, имя забыл, как, Турсунджек, как это, как это Турсунбек Да, вот, классно он играет, мне нравится вообще Он, говорят, недавно вы ее народный артист знали, он вообще молодец А, знаете, и забрали недавно у него народного артиста Как забрали? Да вот, недавно, минуту назад Недавно только дали еще, как забрали вообще А вы, Владимир Владимирович, откуда знаете вообще, я не понимаю Ну, такие вещи надо знать, вы что? Ну, что на вещи, не надо так, вы что? Ну, ладно, вот, вы же мудрый президент Скажите, пожалуйста, сегодня, кто выиграет вообще? Ну, выиграет какая-то команда, которая будет самой смешной и хорошо выступит Ай, нашим тяжело будет, ладно Ладно, у них свой президент пусть сами решают Сергей, вы вас замечательно сыграли, ну что, Набишевича, спасибо большое Спасибо Классно, вообще, хорошо Алло, да О, а, да Хорошо, все С вами была команда КВН Казахи И народный артист Республики Казахстан Сергей Светлаков Наш Турсенбек устроился учителем русского языка Кто классик, классик нарисовал, ладно Я Турсенбек, меня зовут учитель, урок русского языка О, алейкум салам О, алейкум салам Сказал же тебе это не казахский язык Это русский язык, надо сказать Турсенбек Аман Галич, здравствуйте, запомни Ладно, буду проверять домашние задания, еще строго буду проверять Шапашоп встань Сделал домашние задания Да Точно, точно Клянись Клянусь Ладно, тема сегодняшнего урока Сложно-починенённым Что? Ой, сложно-починенский, нет Сложно-почти дерзкий Оказывается, реально сложно, оказывается Сложно-починённые Сказал тебе на казахском не разговор А как сказал? Ладно, всё, пишите просто глаголы Глаголы имеют падежи На, падежи А? Падежи, говорю Что? Не что, а кто? И передай Кому? Никому, а чему А я? А ты сиди, думай О ком? Не о ком, а о чём, а падежах А я? А ты сиди, гордись Кем? Никем, а чем, что ты знаешь падежи И передай мне Кого? Никого, а кто? Поздравляю, мы прошли падежи Извините, а как правильно пишется? Конечно или конечно? Конечно Точно? Тошно, тошно Да? Я учитель труда Там надо парты перетаскать Ты, ты и ты В смысле ты, я учитель? Тогда вы Пойдём с нами Правильно, главное уважение сказали Пойдёмте, всё Дорогие моё Как я ловлю твоё Цемерка огней Дорогие друзья, наш Турсенбек в криминальном районе И я ему на локотушке так На! Ха-ха-ха-ха Опа! Опа! Эй, пойдем отсюда, тут район криминальный, пойдем. Эй, мужик, что с тобой? Эй, пойдем отсюда, во-первых. Друзья, ну что ж, продолжаем далее. Только в праздничные дни в Красноярске работает кафе у Турсумбека. Здравствуйте, я Турсумбек, меня зовут официант. Если хотите, заказывайте, заказывайте. Если не захотите, зачем заказывать, просто садите, погрейтесь. Турсумбек, вот тут на бутылке коньяка написано хэнэ. Да. Что это? Ну, на это хэнэс, и просто у нас фломастер закончился. Турсумбек, можно бутылку минеральной воды? Тебе без газа и эсс. Без газа. Давай эсс. Без газа. Давай эсс. Без. Какой ты упрямый? На, пожалуйста, без газа Официант, я готов сделать заказ Мне, пожалуйста, фрикассе с кроликами Мидии Это вино Филе тигровой акулы Короче, понятно Айгуля, чай фантазеру Эй, эй, эй Это стол зазиривировал Что? Стол зазиривировал Что вы говорите? Короче, еди, мест нет Да постойте, это я днем этот стол Зазиривировал А ты зазиривировал? Думаю, кто зазиривировал? А что вы мне можете посоветовать? Беги отсюда Что? Беги отсюда, здесь небезопасно Беги отсюда, давай, давай, давай Турстамбек, почему у меня в счете написано 200 рублей за живую музыку? Я лично ничего не слышал Где, 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 дай мне Эй, айгуль Я сейчас просю Сейчас есть правильный Все нормально Ах, какая женщина Какая женщина Эй, где борщевые, хотя бы чайные Оставьте, пацаны, не главное Рейс Астана-Сочи Опан, Кандамстан Так, стоп, стоп Турстамбек, Харе, снимай очки Все уже поняли, что ты никакой не писай А ведущий актер команды КВН казахи В Адлере вот так вон шесть концертов дал Никто не догадался А вы умные такие Ладно, ну что, может выпьем за встречу О, это не по-мусульмански Ну ладно, я тогда один выпью О, это не по-христиански Так я не понял, ты будешь или нет Ладно, бог тебе судя, алкаш Так, ладно, хорошо Расскажи, где остановился О, мы же народ казаки степной Неприхотливые Так что остановился в пятизвездочном отеле В президентском номере А че там? А там, знаешь, посередине номера стоишь Ни края, ни конца не видно Прямо как степи Здесь есть обменник поблизости? А, тебе нужно поменять доллары на рубли? Теньги на любовь Опа, а что у вас в команде девушка есть? Вообще-то у меня муж и ребенок В Сочи это нормально? Мне уже один мужчина это говорил И это в Сочи тоже нормально А в Краснодарском крае находится известный детский лагерь Орленок Куда жесткий отбор проходят не только дети, но и вожатые Вот, и если одну ампулу положить в чан с борщом Тихий час продлится два дня Вы с ума сошли, идите вон! А если две... Вон идите! Следующий! Я здесь! Вы откуда? Ну, у вас окно открыто там Так, проходите Значит, вы у нас Турсунбек Да, Турсунбек Турсунбек, сколько вам лет? 38 и 40, не знаю, у меня мама считает Так, Турсунбек, вы собираетесь работать с детьми Чем вы их будете развлекать? Я вот сказки пишу Сами пишете? Да, я сам пишу, современные Давайте послушаем Скатертью дорожка Забегает как-то Билан в гримерку А его дорожку кто-то скатертью накрыл Турсунбек! Тогда вот такой есть Коля и варежка Зря Николай Цицкариза в Большом театре на всех варежку открывал Стоп! А так до сих пор работал бы же Хватит! У нас дети, у вас есть какие-то детские сказки? А вот есть Горшочек вари Однажды у Анищенко горшочек перестал варить Хлеба запретил А там руки Вы в своем уме Дальше давайте Тогда вот Чудо сандали Закурил как-то мужик на бензоколонке Как сандали уцелили Непонятно Что-то еще есть? Не пойдет там Каша из-за топора Принес как-то мужик топор на дискотеку Там такая каша заварилась Хватит! Хватит! Все! Идите вон! Дайте еще один шанс Последний Веселые раки Называется Задолжал как-то один мужчина Брать две деньги И сейчас его веселые раки доедает И под... Вон и дети! Все! Все!